Последнюю в этом году сессию провели депутаты городского совета. Законотворцы принимали бюджет на следующий год. И того, чего ждали, все уже произошло. Казна Наринмара стала меньше. Впрочем, депутаты заверили, денег хватит на исполнение всех полномочий. Начали пятую сессию очередную торжественно, как положено, ведь в этом году она стала последней для депутатов. Сначала отыграл гимн, а затем председатель собрания депутатов городского совета наградила почетными грамотами нескольких депутатов, которые отличились в своей работе. Ну, собственно, от поздравления к делу. На повестке у депутатов чуть больше 10 вопросов. И, конечно же, самое главное – это финансы, это бюджет администрации города Наринмара. Я напомню, вчера проходила сессия у Заполярного района. Там также большое внимание уделили бюджету. И здесь этот вопрос тоже стал ключевым. Ну, нам удалось пообщаться с исполняющим обязанности начальника управления финансов городской администрации. И вот, что он нам сказал в своем интервью. Окружные власти пошли навстречу и выделили субвенцию субсидий на общее и дошкольное образование. В целом бюджет города сформирован в полном порядке. То есть для того, чтобы исполнять полномочия по образованию, в том числе школы, детские сады, дополнительное образование. Ну, в целом бюджет у нас нормальный. По доходной части 2 миллиарда 366 миллионов. И в том числе миллиард 600 – это межбюджетные трансферты из окружного бюджета. На сегодняшний момент детские дошкольные учреждения и школы остаются в ведении города. Я напомню, если урезали деньги, то это не значит, что их не хватит в следующем году на какие-то важные городские мероприятия. На все хватит. Просто это связано с тем, что часть полномочий передали на более высокий региональный уровень, то есть к администрации Ненецкого округа. Ну, собственно, на этом работа депутатов в этом году завершена. Они встретятся только в следующем году, приблизительно в январе, и уже будут решать совершенно другие вопросы.